Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в понедельник, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 7. Стихи с 36 по 50. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Стихи с 36 по 50. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Принесши алавастер мира и ставши при ногу Его сзади плачущейся, начат умывать и нозе Его слезами, и в лосы главы свои я отираше, и облабызаши нозе Его, и мазыши миром. Стихи с 36 по 50. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Стихи с 36 по 50. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Стихи с 36 по 50. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Стихи с 36 по 50. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Иди в мир Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешницей, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла лавастровый сосуд с миром, и, став позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе, «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал, «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она, с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи. И, возлежавшие с ним, начали говорить про себя, «Кто это, что и грехи прощает?» Он же сказал женщине, «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Событие, описанное евангелистом Лукой в сегодняшнем евангельском чтении, происходит в доме фарисея Симона. Дом состоятельного человека обычно строился в виде квадрата и находился в центре открытого со всех сторон внутреннего двора. Во дворе часто располагался сад, где в теплое время года совершались трапезы. Когда на обеде присутствовал раввинучитель, то обычно приходили самые разные люди. Им позволялось слушать сокровища премудрости учителя. Этим и объясняется присутствие на обеде женщины, о которой мы слышим в евангельском чтении. Нам неизвестна подлинная причина, по которой Симон фарисей пригласил Господа в свой дом. Возможно, Симон был тщеславным человеком, который просто хотел удовлетворить свое любопытство, пообедав и пообщавшись с учителем из Галилеи. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Вне всякого сомнения, она слушала Господа в толпе народа и поняла, что именно Он протянет ей руку помощи, поможет выбраться из неправедной жизни. Она желала излить дорогое благовонное масло на ноги Иисуса Христа, но когда увидела Спасителя, заплакала, и слезы полились на его ноги. Святитель Лука Крымский пишет, «Два сердца человеческих перед нами, всеми презираемая и поносимая, но полная тоски по чистоте и преклонения перед высшим совершенством и святостью, оправданная Господом Иисусом Христом сердцеблудницы и самоправедная, не преклоняющаяся даже перед величайшим чудотворцем сердце фарисея Симона». Видя некое смущение Симона-фарисея, Господь обратился к нему и ко всем слушающим его людям с притчей о двух должниках. Рассказывая эту притчу, Спаситель желал научить, что в действительности не сила любви измеряется количеством прощенных грехов, а прощение даруется по силе этой любви, возрождающей грешника. Борис Ильич Гладков поясняет, «Симон и все его гости должны были понять, что под взаимодавцем притчи Христос разумел самого себя, которому все люди должны, перед которым все грешны, одни более, другие менее, и никто из этих должников не может освободиться от последствий своих грехов, несмотря на слезы покаяния, если не будет прощен взаимодавцем». Таким образом, дорогие братья и сестры, перед нами два примера – самодовольный фарисей Симон и искренняя женщина, хотя и грешница, но с сердцем, преисполненным любовью. Самый гибельный грех – считать себя безгрешным. Искренний человек всегда осознает свою греховность и видит свои грехи, а значит, в момент покаяния сильнее ощущает действенную любовь Божию. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...